14 апреля день памяти преподобного в Арсенофье Плеханкова, старца Оптинского. Преподобный в Арсенофье, в миру Павел Иванович Плеханков, родился в 1845 году в Самаре. В гимназии учился хорошо, много читал, прекрасно знал мировую литературу, но больше всего любил жития святых. Закончив Оренбургское военное училище, Павел Иванович быстро рос по службе, дослужился до чина полковника. О монашестве офицер не думал, считал, что в монастырях страшная скука. Однако в быту он приходил все к большему аскетизму. Комната его напоминала келью монаха, простотой убранства, порядком, а также множеством икон и книг. Балы и прочие светские развлечения не посещал, жениться не хотел. Все чаще приходили мысли о смерти, с чем и как он предстанет пред Богом, если сейчас умрет. Павел Иванович начал помогать небогатому Казанскому монастырю и бедным детям, которые жили в хижинах и подвалах, устраивал для них праздники. Судьбоносной для него стала встреча с отцом Иоанном Кронштадтским, после общения с которым он принял решение уйти в монастырь. Павел Иванович отправился в Оптину пустынь к старцу Амвросию. И тот ему сказал, «Искус должен продолжаться еще два года, а после приезжайте ко мне, я вас приму». Спустя два года во время болезни воспалением легких Павел Иванович из блестящего воденного в одну ночь по соизводению Божьему стал старцем. В 1892 году его зачисляют в число братьев Иоанна Притеченского скита. В 1900 году он был пострижен в мантию с именем Варсонофий, а в 1903 году рукоположен в сан Ермонаха и назначен помощником старца и одновременно духовником Шамардинской женской пустыни. В 1904 году начинается русско-японская война, и приполомного Варсонофия отправляют на фронт исповедовать и причащать раненых и умирающих солдат. Он сам неоднократно подвергается смертельной опасности. По возвращении в Оптину пустынь в 1907 году отец Варсонофий был возведен сан Игумена и назначен настоятелем Оптинского скита. Перед Первой мировой войной слава о старце в Арсонофии разнеслась по всей стране. Как спасительную гавань стремились люди в Оптинский скит к преподобному в Арсонофию за исцелением и советом. Получив от Господа дар прозорливости, старец Варсонофий видел в человеке самые сокровенные. На Таинстве Исповеди он, глядя в глаза человеку, называл по годам и даже по месяцам забытые или сокрытые грехи, как будто читал их по раскрытой книге. Во время бесед с духовными детьми старец Варсонофий говорил «Есть разные пути ко спасению. Одни Господь спасает в монастыре, других – в миру. Везде спасить можно, только не оставляйте Спасителя. Цепляйтесь за Ризу Христову, и Христос не оставит вас». В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старогалутвина Богоявленского монастыря. Меньше чем через год к управлению обителю, страдая от неизлечимой болезни, 14 апреля 1913 года преподобный Варсонофий предал душу Господу и был похоронен в Оптиной пустыне. Жизнь преподобного Варсонофия говорит нам о том, какими различными могут быть пути к Богу. Преподобный из красавца-офицера превращается в прозорливого старца, что может быть нелепее с позиции земной, мирской, человеческой логики. Ему бы логичнее дослужиться до генеральских погон, создать семью и растить благополучие детей и внуков. Но он выбирает другой путь, которому призван свыше. Пути к Господню неисповедимы, нет универсальных рецептов и сценариев. Кто-то приходит к Богу через страдания и болезни, кто-то из переполняющего сердца чувства благодарности. Важно всей душой стремиться к Богу, цепляться за Резу Христову, и Господь непременно укажет ту единственную и спасительную, предначертанную только нам дорогу. По молитвам преподобного Варсонофия, даявит нам Господь свою святую волю и вдохновит на служение Ему. Субтитры создавал DimaTorzok